Автоматическая трансмиссия, подогрев сидений и руля, встроенные датчики парковки и аудиосистема. Если раньше при покупке нового автомобиля нужно было регистрировать его в ГИБДД, то теперь ехать никуда не придется. Госномера будут выдавать в автосалонах. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал положение об изменении закона о регистрации транспортных средств. Начиная с 1 января при покупке нового автомобиля, свидетельство о регистрации и госзнак водитель получит, не выходя из дилерского центра. Новость об изменениях уже пришлась по вкусу автолюбителя. В автосалоне это намного удобнее, чем стоять в МРЭО в очередях. Сегодня покупаю автомобиль. Я бы с удовольствием сегодня получил бы номера здесь, в салоне. Будем надеяться, что следующий автомобиль мы будем приобретать уже с номерами в автосалоне. Если раньше после покупки нового транспорта автомобилист должен был в течение 10 дней пригнать его с пакетом документов на проверку в госавтоинспекцию, и только после тех осмотра он получал свидетельство и госзнаки, то теперь покупатели нового автомобиля смогут уехать из салона уже с установленными номерами. Просто и удобно. Но это только на первый взгляд, утверждают эксперты. У нововведений есть свои подводные камни, о которых пока молчат. В постановлении указано, что для этого должен быть уполномоченный представитель в автосалоне. То есть этот механизм еще неизвестен, как это будет работать. Там много нюансов. Это же государственные регистрационные знаки, они должны быть на каком-то учете, они где-то должны храниться. Но все-таки я здесь уже вижу, что для клиента будет одно неудобство. А неудобство будет заключаться в том, что мы не сможем в тот же день, когда он купил автомобиль, поставить ему регистрационный знак. По словам экспертов, новый транспорт, как и раньше, нужно будет регистрировать в ГАИ. Разве что этим теперь будут заниматься сотрудники салона. На процедуру уйдет время, минимум день-другой. Впрочем, как говорят в ГИБДД, в самарских дилерских центрах в ближайшие месяцы вряд ли кто-то сможет предоставить госзнаки. Автосалоны, предприятия-изготовители. Он отделяется полномочиями сбора документов непосредственно для предоставления в регистрационное отделение для последующей регистрации. Индификация транспортного средства и физического лица. Это изготовление государственных регистрационных знаков. На данный момент, на территории Самарской области, у нас таких организаций не зарегистрировано. Такими полномочиями наделяется только лишь после включения в реестр соответствующих организаций. Когда в регионе появится первый автосалон, выпускающий госзнаки и регистрирующий авто, пока неизвестно. Зато, как полагают специалисты, услуга наверняка будет платной, а тарифы установят сами дилеры. Впрочем, в ГИБДД обещают, что цены не превысят планки, утвержденные Федеральной антимонопольной службой. 500 рублей за регистрацию и 2000 за знак.